Роман Емельянович, тема важная и актуальная. Верховная Рада закончила сессионную работу, ушла на каникулы. Как впечатление от той работы, которая была с начала работы Новой Рады? Почему спрашиваю? Потому что у нас, рядовых украинцев, такое впечатление, что больше блокировали, чем работали. Отсюда все вытекающие последствия. Ну, честно говоря, тяжелое действительно впечатление, осадок после работы такого парламента, где представители Януковича, фактически партии регионов, и их сателлиты коммунисты в большинстве случаев принимали законы, если их можно называть законами, направленные на сворачивание социальных программ, усиление давления налогового на население, на малый и средний бизнес, уничтожение, на мою точку зрения, той же медицины, науки, образования. Потому что все эти помпезные названия в виде реформ, которые звучали непосредственно от господина Януковича, его правительства во главе с Азаровым, они привели фактически к плачевным последствиям и в первую очередь для населения страны. Потому что, де-факто, на сегодняшний момент и де-юре, потому что это уже официальная статистика Организации Объединенных Наций, в том, что в Украине практически каждый четвертый гражданин находится за чертой бедности. То есть 12 миллионов на сегодняшний момент это люди, которые не знают уже, как свести концы с концами. Вот, собственно говоря, результат деятельности Януковича после узурпации им власти, деятельности его окружения, это исключительно криминальная аллергия, которая использует и пытается, к сожалению, довольно-таки успешно использовать государственные органы власти как инструмент личного обогащения. Более того, превращение правоохранительных органов в своих личных, ну, я извиняюсь за риторику, но тем не менее так. Есть, на мою точку зрения, волокеев, которые обеспечивают охрану именно криминальной аллергии и криминальной шпаны, которая наводняет на сегодняшний момент области страны и ведет себя довольно-таки нагло, демонстрируя такое, знаете, крышевание и право решать в той или иной области в роли смотрящих, да, в том числе экономические вопросы, финансовые и такое прочее. Я еще раз подчеркиваю, что несмотря на то, что оппозиция вносила огромнейшее количество законопроектов, которые направлены на восстановление отобранных у граждан конституционных их прав о социальной защите со стороны государства, партия регионов, коммунисты категорически не поддерживали такие законопроекты, а вслепую в большинстве случаев голосовали, давя на кнопки за те законопроекты, которые вносило уникальное правительство господина Азарова. Да, вот недавно министр доходов и сборов, да, мы их называем оброку, да, господин Клименко, неотъемлемая часть семьи, которая именует себя властью, да, заявил и сравнил себя с таким этаким художником, он в Москве шедевры создает финансовые. Но этот шедевр в стране обошелся довольно-таки плачевной ситуацией, потому что все рейтинговые агентства мира на сегодняшний момент уведомили о том, что Украина уже вошла в семерку на опаснейших стран в плане инвестиций и на пороге остановки, так называемой финансово-экономической, то есть с дефолта. Это не оппозиция, это нельзя меня сейчас обвинить, допустим, в предвзятости по отношению к Януковичу партию регионов, которая сегодня несет всю полноту ответственности за политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране. Но они обвиняют именно оппозицию, они говорят, вы же блокируете верховную работу, не даете работать. Ну, соответственно, и вот так вот... Я слушал эти заявления со стороны Чечетова, со стороны той же Герман, да, которая, ну, практически противоречит себе очень часто, да, и это уже замечают все люди, и говорят, лучше бы уже не выступали. Они, почему они продолжают, скажем так, открывать или скидывать уаль с реальных задач и целей, которые поставила перед собой Янукович и партия регионов, это фактически превратить Украину в территорию, где можно лично обогащаться и сделать население страны придатком к Межиирю, да, образно говоря. Я просто, чтобы не быть голословным, вот наведу пример, да, вот порядок данной последней недели работы Верховной Рады. Мы, кстати, не блокировали, чтобы население увидело, а за что, собственно говоря, вот так, ветчай душно, да, голосует и выступает на трибуне представителей партии регионов. Это вексельная система, это, опять-таки, усиление, уничтожение медицины, да, здравоохранения в стране. Это ощущает сегодня каждый врач, медсестра, люди, которые приходят в лечебные заведения, в аптеки, они видят ужасающие цены и так далее. Это вот как небольшой фрагмент сравнения результатов так званого покращения, да. Мы, например, в последнюю сессию оппозиционной силы внесли вот такие законопроекты. И сейчас телезритель просто должен для себя сделать вывод, а нужны эти законопроекты, учитывая ситуацию экономической и политической в стране, или не нужны? Мы считаем нужны. Ну, к примеру, проект постановы про проважение мораторий на закрытие навчальных закладов системы загальной и средней освиты, расширенных в сельскими целостями. Актуально. Сегодня после прихода власти Януковича партии регионов по стране закрыто порядком 700 школ. Вот их результат реформы образования. Следующий законопроект, который вносит оппозиция, оппозиционные силы и предлагает немедленно рассмотреть и принять в целом такой законопроект. Проект постановы про проважение мораторий на закрытие навчальных закладов системы позашкільной освиты, в том числе закладов освиты в сфере культуры, державной на коммунальной форме властности. Очень актуально, потому что мы знаем, что сегодня творится с детскими садиками, с теми же музыкальными школами и все прочее, где государство просто бросило их на самовыживание. В этой ситуации, в таких экономических условиях, они не выживут. Значит, эта часть образования тоже будет уничтожена. Или то, что предусмотрена Конституция по большому счету, то, что обязан гарант обеспечить выполнение. Что я имею в виду? Проект закону про внесение измен до статьи 1 закона Украины про прожитковый минимум в счету обовязкового оконания решений Конституционного Суда. То бишь, идет речь о том, что на сегодняшний момент так называемый прожиточный минимум не соответствует реалиям. Инфляционные процессы намного выше, чем даже подают наши статистические органы, представители правительства. Его нужно пересматривать согласно закону практически каждое полугодие и поднимать планку минимальных заработных плат, минимальных пенсий. И, в первую очередь, в основу положил так званый кошек, да, с проживчей кошек или прожитковый минимум. Полное отвержение, полное нежелание голосовать за те законы, которые нужны людям. За что они голосуют? Я еще раз говорю. На увеличение, опять-таки, на содержание органов власти на сегодняшний момент в результате покращения жития Виктора Федоровича и партии регионов. Каждый платный податку, да, сегодня обеспечивает на 24 миллиарда больше, чем по сравнению с 2009 годом, содержание этой власти. Ну, то, что творится на сегодняшний момент правоохранительные органы, это вообще изумка. Причем, я подчеркиваю, туда направляется в результате так называемого консолидированного голосования партии регионов и коммунистов серьезные суммы. Если брать 2013 год, только на МВД было направлено порядком 15 миллиардов на содержание. А какой результат? Причем, я вот здесь сделаю небольшое отступление. Я хочу обратиться к телезрителям, чтобы они понимали, что в правоохранительных органах довольно много офицеров личного состава, которые готовы служить на государство, на народ Украины. Но сама система, которую организовал господин Янукович и партия регионов, практически не дает ему возможности выполнять свои прямые функциональные обязанности в результате получения преступных, скажем так, приказов, в том числе выступать в роли обслуживающего персонала, местной феодальной знати так называемой, которая за вот эти три года просто всплыла, как грибы в каждой области, в каждом районе, в каждом городе. Поэтому, возвращаясь к теме Верховная Рада, я еще раз говорю, что удручающее впечатление. Хорошо. Но! Но! Я считаю, что это доктрина, которая генерируется непосредственно с Банковой или с Межигери, это будет проще и правильнее говорить, от семьи. Вот, кстати, благодаря тому, что еще не все наши издания журналистски убиты этим режимом Януковича, вот типичный представитель этой семьи, это журнал-корреспондент. Кстати, я не веду рекламу этого журнала, я вот обращаю внимание, что просмотрели на это лица, которые представляют семью, которые узурпировали власть в стране, разрушили Конституцию и сегодня говорят о том, что покращение життя уже было. Для них – да. Для господина Климента, для господина Захарченко, для Януковича старшего-младшего, для Арбузова, для них – да. И вот эти новеллы, которые на сегодняшний момент уже они не знают, каким образом еще отобрать у населения деньги, для того, чтобы они направлялись якобы в бюджет, а бюджет безбожно разворвывается. Вот все, круг замкнулся. Вот эта система, которая в том числе превращает правоохранительные органы, обслуживающие персонал – Хорошо. У рядовых граждан складывается впечатление, что оппозиция сегодня не способна противостоять этому всем. То есть, ну, действительно, парламентская трибуна периодически блокируется, да, она блокируется. Потом собирается необходимое количество голосующих, и они все равно голосуют то, что считают нужным. Оппозиция не способна этому противодействовать. – Ну, во-первых, вы знаете, в первую очередь, само население должно для себя определить, а нужна ли ему такая власть, с которой миллиарды выкачивают с территории Украины и ложат на свои счета в офшорных зонах. А это именно представители семьи, все как один. Население должно определить, а возможно ли терпеть такую власть. Ведь есть все рычаги на сегодняшний момент. Конституционный способ прекратить эту криминальную оккупацию страны, разграбление страны. Вот давайте вспомним, 12 миллиардов долларов было направлено на так называемое Евро-12. Половина суммы просто разграблена. Давайте вспомним, как просто взяли и списали одним взмахом руки господина Чечетова 24 миллиарда собственникам обл- и газоэнерго. Ведь мы же знаем, кому они сегодня принадлежат. Поэтому активность населения во многом мере зависит, насколько будет нагло и беспрецедентно вести себя эта власть. – А вы как оппозиционер и такой активный политик уже не один год. Вы для себя объяснили, почему люди такие пассивные сегодня? – Ну, во-первых, нужно объективно понимать, что есть фактор недоверия. После Виктора Ющенко и «Универсала», и «Амнистии», и «Братания» господина Ющенко с господином Януковичем, естественно, что у населения есть определенное отторжение политических сил. Но дело в том, что это отторжение на сегодняшний момент играет как раз на руку криминальной олигархии, которая узурпировалась в стране и пытается поставить все население страны на колени. Поэтому здесь нужно определиться о своей принципиальной гражданской позиции и понимать, что если молча наблюдать за этим беспределом, Попов, глава администрации Киева, заявляет о Магдебургском праве, они ввели одно право по донецким криминальным понятиям. Они будут продолжать безбожно грабить эту страну и приведут к катастрофе. То, о чем предупреждают сегодня экономические институции мира. О том, что у нас в стране серьезная опасность дефолта. А дефолт – это, естественно, в первую очередь ударит по кому? По простому – гражданину Украины, которые и так сегодня уже не знают, как свести концы с конца. Поэтому позиция активная граждан – это один из инструментов остановки этой криминальной оккупации. Это очень важный момент. Давайте посмотрим на страны Европы, та же Болгария, та же Франция, в конце концов та же Турция. Активность этих граждан не позволяет, скажем так, отходить в полной мере от своих обещаний ту или иную власть в той или иной стране. У нас, вот три года прошло, ни одного обещания Янукович не выполнил. С точностью произошло да наоборот. Вместо подытковых каникул он убил малый и средний бизнес. Клименко и Арбузов заявляют, что они шедевры творят. Тоже мне Сальвадор и Дали. По большому счету они превращают малый и средний бизнес в так называемые терриконы. То, что до них привычно по Донецке, где в любой момент приходят и отбирают у предпринимателя или бизнеса или денег. Но так не должно продолжаться. И поэтому… То есть, вы призываете николаевцев в том числе выходить на улицы активнее? Ну, подождите. Я ни в коем степени не призываю к смотру. И это неправильный путь. Я призываю к активной позиции, к подготовке серьезного противостояния к будущим фальсификациям, которые неизбежно будут. Потому что семья, которая называет себя властью, она превращает в том числе и правоохранительные органы, и чиновничий корпус в своих заложников, да, соучастников вот этих преступлений, которые очевидны для всех. Начиная от вышек Бойко, там 150 миллионов, только так в карман положили. Не заканчивая дефицитом сегодняшнего бюджета 50 миллиардов гривен. Поэтому это активная позиция подготовки к избирательной кампании, а возможно даже раньше. Потому что события Святошинского РВД, Врадьевского РВД и не только в этих населенных пунктах говорят о том, что выборы могут начаться намного раньше, чем хотелось бы господину Януковичу и его уголовному окружению. Хорошо. Вы упомянули вот эти события в районных отделениях милиции. Вы сам офицер боевой. Вот как вы оцениваете то, что происходило, например, во Врадьевском районделе милиции? Я почему спрашиваю? Потому что мы слышим такие комментарии, что люди, которые пришли, выразили свой протест, побили там окна в районделе, были неправы, потому что это режимный объект, там находится оружие. В принципе, милиция вправе была применять, собственно, табельное оружие по назначению. Как вот ваше впечатление от таких заявлений, ну и вообще вот, собственно, всей этой ситуации? Во-первых, я еще раз подчеркиваю, это не путь к смутам. И спонтанным таким действиям, которые приводят к серьезным последствиям. В то же время некомпетентность и наводнение за эти последние три года правоохранительных органов, в частности, мы говорим о милиции, людей, мягко говоря, с сомнительным прошлым, морально-психологической своей подготовкой, знаниями юриспенденции, ну, вызывает ответную реакцию. Почему? Потому что, на мою точку зрения, в Аварадьевке, как раз некомпетентность работников милиции привела к этому спецку, которые и подтолкнули, по большому счету, спровоцировали их на ответные действия в виде штурма. Почему? Ведь были применены соответствующие спецсредства по отношению к детям. Ведь как развивались события? Шел митинг, и ясно, что на краю вот этой массы людей стояли дети, тех родителей, которые участвовали в митинге. И дети как раз оказались возле стен районного отделения внутренних дел. И кто-то начал использовать спецсредства, то есть газовые баллончики. Естественно, родители, которые увидели, что там их дети пострадали в первую очередь в возраст 14-15-13 лет, они проявили, естественно, соответствующее действие. Я ни в коем степени не призываю к таким действиям. Это неправильно. Но у нас есть путь цивилизованным методом, ну, выкинуть всю эту наволочь, которая сегодня уничтожает наше государство с карты страны. Мы можем навести здесь порядок, если мы четко себе понимаем. Только единый представитель от оппозиции побеждает на президентской кампании, и после этого государственная следственная национальная комиссия, которая будет расследовать это, будет однозначно преступление режима Януковича, будет наводить порядок. В том числе это тотальная реорганизация правоохранительной системы Генеральной прокуратуры, вообще прокуратуры и судовой системы. Это все впереди. И мы можем это сделать. Я уверен и верю в свой народ. А оппозиция понимает, как это сделать практически? Я почему спрашиваю? Ну, вот сегодня по результатам Врадьевских событий прозвучали такие призывы уйти в отставку министра внутренних дел. Но это всего лишь одно должностное лицо, пусть даже высшее в этой структуре, скажем, милицейской. Увольнение одного человека решит проблемы таких Врадьево, которые тысячи по стране. Вы знаете, те ротации даже, которые произошли здесь в областном управлении, они не меняют сути. Почему? Потому что именно Янукович и его окружение навязывают правила игры, о которых, кстати, откровенно заявил капитан Дрежа. Я прошу прощения. Я об этом и спрашиваю. Поэтому есть ли у оппозиции уже готовые документы нормативные для проведения реформ в системе милиции и прокуратуры? Безусловно. И скажем, осенью, когда начнет работать Верховная Рада, они ведь могут быть внесены в Верховную Раду? Безусловно. Над этим идет серьезнейшая работа специалистов, в том числе с привлечением и генерала Ерема, и генерала Кожемекина, которые готовят и расписывают поэтапно каждый шаг, каким образом сегодня произвести чистку правоохранительных органов, каким образом сделать таким образом, чтобы политическая среда не могла влиять на на их деятельность. А те деньги, которые направляются на их содержание, получали по назначению, по целевому назначению. Ведь на сегодняшний момент, сегодня материально-техническое обеспечение районных отделений внутренних дел, их заработные платы не соответствуют реалиям и требованиям. Отсюда, в том числе, и такая составная, как серьезный всплеск преступности, который провоцируется по большому счету, ну скажем так, непрофессиональной деятельностью великих профессионалов 2Ф, которые считают, что покращение жития в Львове. Но, вы правильно подметили, что кадровые какие-то фрагментальные ротации ни к чему не приводят. Нужно менять всю систему. Ведь капитан Дрыжак и Полищук задержанные, они дали информацию, которая моментально каким-то образом была снивелирована с интернет-пространства, о том, какие поборы, какие ставки, как заставляют работников, рядовых работников правоохранительных структур, в данном случае милиции, население, сду и так далее. Вы имеете в виду якобы телефонный звонок из Николаевского СИЗО этих двух замечательных офицеров? Это не офицеры, это терять не в погонах. Дело в том, что опровергнут, собственно, сам факт такого звонка. Поэтому эта информация... Послушайте, мы можем с вами сейчас опровергать, был звонок или не было. Но люди, которые служат сегодня и идут в милицию с надеждой, что они действительно будут защищать закон и народ, они сталкиваются перед ужасающим фактом. Там действительно организовано, ну практически приведено все на русло коррумпированное. Мзда, поборы, ежедневные какие-то или ежемесячные передачи в общак туда, в центр наверх. Это парализована такая система и прокуратура. Потому что в прокуратуре или в правоохранительных органах человек, который начнет противостоять вот этим правилам неписаным, которые сегодня разлагают органы власти, в данном случае правоохранительную структуру, он будет выброшен в течение двух дней с этой структуры. Поэтому я еще раз говорю, работников у нас профессионалов достаточно, нужно менять саму систему, которая унижает их и заставляет практически выступать в роли наполнителя общака. А этот общак исчисляется сотнями миллиардов на сегодняшний момент, которые концентрируются опять у семьи. Давайте с вами вспомним информацию благодаря нашей отечественной журналистике, сознательной. Как процветает на сегодняшний момент украинский банд в развитку господина сына Януковича. До 197 миллионов просто так за один год прибыль. Ты посмотри, какой успешный. Давайте посмотрим, как создает свои фермы в Голландии, в Норвегии. Мако, да? Холдинг соответствующий. Опять-таки семья Януковича. И там концентрируют те деньги, которые выведены отсюда. Поэтому как раз речь идет о необходимости немедленной смены этой системы конституционным путем. Такая возможность есть у народа Украины. Это все-таки подготовка, серьезнейшая подготовка к избирательной кампании по избранию президента. И я уверен, что неизменно победит после того, что натворили Януковича партии в Евангелии за эти три года представители национально-патриотических сил страны, оппозиционных сил соответственно. Естественно, мы сможем навести порядок. Хорошо. Но для этого ведь важно, чтобы был единый кандидат от оппозиции. Сегодня мы такого единства не видим. Слышим разные точки зрения. Идти в первом туре разными колоннами, потом принимать решение по поводу того, кто все-таки будет окончательно кандидатом. Об этом говорила Юлия Владимировна Тимошенко. Слышим много риторики о том, что объединиться нужно до начала избирательной кампании. Слышим много риторики о том, что, например, Олег Тегенебок будет удобным спарринг-партнером для ВИЗ. Виктора Януковича во втором туре. Мы много чего слышим. Вот что думает оппозиция по этому поводу? Вы знаете, оппозиция на сегодняшний момент не думает, а уже действует. Потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело. С обыкновенными наперточниками, которые делали свой криминальный бизнес, нарушая сплошь и рядом закон, подменяя закон действиями по понятиям, не более, не менее. Поэтому мы неоднократно обращались и к власти, и считаем это уже бесполезным вопросом. Давайте вспомним, Виталий. С вами в прошлом году я неоднократно выступал и говорил о том, что в Николаевской области идет беспредел в органах внутренних дел. Да. Какая была реакция? Да нет, это оппозиционеры, что-то там накручивают и так далее. А что нам в выходе получилось? Я спрашиваю о другом. Возвращаемся к теме выборов. Каким образом побеждать единый кандидат? Это так называемая власть, афганистическая семья, будет менять как наперстки законодательства по выборам, исключительно как им будет выгодно в той или иной ситуации. Мы с вами увидели, как игнорируются право и законы в отношении киевских выборов по другим округам, до выбора по тех же пяти округам в Верховную Раду. Аналогично мы будем действовать в преддверии президентской кампании, меняя правила игры, если это можно назвать так, правила игры, закон о выборах президента. Поэтому мы будем действовать адекватно, исходя из того, что каждый день они могут изменить законодательное поле в плане того, чтобы с любой ценой был избран Янукович. Потому что путь Януковича, ну скажем так, к ответственности за содеянное, он очевиден. Естественно, он будет защищать себя и семью от предстоящих серьезных, скажем так, судовых решений по отношению к нему. Поэтому тактика, естественно, будет нами применяться следующая. Первое. Мы посмотрим, насколько на сегодняшний момент реальное заявление господина Януковича о его желании и власти быть ассоциированным членом Евросоюза. Если осенью это произойдет, соответственно, Евросоюз будет осуществлять свои действия в плане приведения законодательства и его выполнения адаптировано к цивилизованным правилам. И это понимают на сегодняшний момент, в том числе ближайшее окружение господина Януковича, что так просто уже красть, как они сейчас обкрадывают страну и бюджет, не получится. Следующее. Венецианская комиссия уже сделала предупреждение о том, что необходимо немедленно провести в соответствии с европейскими правилами, цивилизованными мировыми правилами, правила избрания тех или иных кандидатов или в депутаты, или в президенты. То есть, говорится о избирательном кодексе. Более того, венецианская комиссия категорически настаивает на том, что тот вариант, который предлагал господин Янукович о проведении референдума, внесения на референдумы каких-то законодательных инициатив, это полный абсурд, это фактически следующий шаг диктатуре как таковой. Естественно, Европа и Соединенные Штаты, весь цивилизованный мир настаивают на том, что немедленно необходимо все-таки освободить незаконно брошенную за решетку Юлию Владимировну, как политический конкурент господина Януковича, обеспечить ей лечение Германии. И более того, согласно Конституции, Юлия Владимировна имеет право баллотироваться даже в таком состоянии президента страны. Здесь тогда, как будут развиваться события, мы будем действовать для того, чтобы усилить противостояние этому беспределу фактически криминальной оккупации со стороны Януковича и его семьи. Каким образом? Если получается, то, безусловно, и заслуженно единым кандидатом будет Юлия Владимировна Тимошенко. Для этого необходимо сейчас делать все усилия, чтобы в первую очередь ее освободить как незаконно заключенную, как политическую репрессированную со стороны режима Януковича. Второе. Если будут меняться правила игры, к примеру, и продолжаться в этом же духе за один день до избирательной кампании и в ходе избирательной кампании законодательства, то, очевидно, рассматривается и вариант, когда несколько будет кандидатов от оппозиции, а уже во втором туре, естественно, все поддержат национально-патриотические и демократические силы единого кандидата. Есть вариант, когда они, это семья, могут вкинуть вариант в один тур провести выборы. Тогда, естественно, будет ставить вопрос по единому кандидате от демократических. Я подчеркиваю. Вот оппозиция, мне не нравится слово. Почему? Потому что в оппозиции к народу Украины как раз находится Янукович и его ближайшее окружение. Сам народ находится в большинстве. Ведь 72 процента, если это рейтинговые опросы на сегодняшний момент, 72 процента зрелого населения Украины понимают, что Янукович ведет к катастрофе. На 60 процентов за эти три года увеличились выступления и протесты со стороны населения. Ну, естественно, при таком положении дел ясно, что я уверен в победе представителей от народа Украины. Ранее заявлено о создании единой партии на основе Батькевщины и фронта ЗМИН. Как идет процесс объединения? Как идет процесс объединения, например, здесь на Николаевщине? Почему спрашивают? Потому что в последние дни видим такие комментарии в средствах массовой информации, что представители фронта ЗМИН бойкотируют вступление в Батькевщину. Так ли это? Что на Николаевщине? Ну, я скажу так, что, во-первых, это вопросы, и я выступал на полисовете как председатель ЦК РК партии о том, что, ну, здесь административным путем нельзя решать, нужно вести разъяснительную работу среди населения. Это не просто для человека сознательного, который вступил в какую-то партию, взять, положить этот билет, сдать, а получить новый. То есть через разъяснительную работу, эволюционным путем необходимо, естественно, ускорить этот процесс. Второе. Объединение идет заради одной цели. То, что прозвучало из уст Турчинова, из уст Реценюка на 11 съезде партии, который проходил в Киеве, что первостепенность задачи партии Батькевщина – это освобождение Юлии Тимошенко и выдвижение ее кандидатом в президенты. Ради этого необходимо усилить процесс объединения. Ради этого фракции бывшей партии фронта ЗМИ должны выполнить решение, в данном случае Яценюка, вхождение в наши фракции. Если кто-то видел это исключительно как какие-то карьерные мотивации и в основу не ложил именно борьбу с этим криминальным режимом и видел получение какого-то портфеля, по известному роману «Филипп Филиппович, портфель давай», то нам тогда с такими людьми не по пути. Но я еще раз говорю, в целом этот процесс будет доведен до логического конца. И люди, понимая ту угрозу, которую несет Янукович, как раз сознательно должны идти на такие объединения. Более того, мы максимально должны способствовать тому, чтобы не возникало по горизонтали каких-то противоречий, конфликтов, которые, естественно, могут иметь место и будут, потому что это живые люди, живые коллективы. Там, где они работают, там всегда будут возникать какие-то моменты, острые углы, которые необходимо сглаживать по всему фронту оппозиционных сил. В данном случае не оппозиционных, я подчеркиваю, а демократических и национальных патриотических. И мы к этому придем. Что с выборами? У вас выше прозвучало пять, но теперь уже семь проблемных округов. Один из них округ номер 132. Это часть Николаевской области. Он у нас прозвучал в свое время на весь мир. Так он, собственно, остается без народного депутата, без представительства в Верховной Раде. Плюс нету Николаевского городского головы на данный момент, есть временно исполняющие обязанности. Для Николаевской области и конкретно для областного центра это большие проблемы. Какие перспективы? Я поддерживаю всецело недавнее заявление первого заместителя главы партии Батючина Александра Турчина, народного депутата, который, кстати, возглавляет и исполком партии, и штаб, который создается. И это правильно, своевременно. То есть уже сейчас, вот когда вы задавали вопрос, каким образом, готовы ли вы, пишете ли вы программы. Мы пишем программы, в том числе и пути, каким образом, быстро, оперативно и развернуть эффективную сеть избирательных штабов предыдущей избирательной кампании. Так вот, возвращаясь к заявлению Александра Турчинова, что выбор необходимо проводить в октябре месяца, 27 октября. Но власть называют 23 декабря. Ну, власть называют чего угодно, потому что это не власть, на мою точку зрения. Михаил Чечетов в эфире одного из центральных каналов на днях прокомментировал позицию власти. Он говорит, что оппозиция специально хочет выборы до саммита с Европой, чтобы сорвать их, и такую, как бы, сделать неприглядную картинку, ну и, соответственно, сорвать евроинтеграцию, ну а потом на этом зарабатывать себе политический рейтинг. Это сказано, я думаю, что эта мысль может и дальше, собственно, развиваться, поэтому ее, может быть, если можно прокомментировать. В отношении тот спикер партии регионов, который в свое время написал известную явку с повинной на четыре листа о деятельности на фонде Держмайна, или аналогично заявляет госпожа Герман, которая заявляла, что господин Янукович строит вертолетные площадки ради будущих поколений, да, построили в Каневе и возле Киева, непосредственно возле Верховной Рады, влупили туда с бюджета порядком 200 миллионов, и сегодня они оказались частными. То есть этим, я к чему говорю, этим людям верить просто нельзя. Почему за три года, ну, люди уже увидели, разобрались, то есть то, чего обещали, чего сделали, и кто способен на сегодняшний момент изменить ситуацию. В таком случае ваш прогноз, чья же все-таки точка зрения победит? От позиций, которая требует выборы в конце октября, либо власти, которая требует выборы в конце, собственно, в конце года, в конце декабря? Ну, я не могу прогнозировать вот таким образом, потому что, ну, не подуются логики действия этой семьи, этой власти, так называемой, да, которая, ну, с каждым днем усугубляет и свое положение, и положение простых людей, да. Поэтому наша точка зрения, она консолидирована, я имею в виду и фракции «Батьковщина», и «Удара», и «Свободы», о том, что выборы должны состояться 27 октября. Это более приятлый, да, с точки зрения политологии, период для проведения избирательной кампании и массового привлечения населения для участия в этой избирательной кампании. В том числе выборы Николаевского городского головы? Да, очевидно, так стоит вопрос, потому что я был удивлен, ведь, кстати, вот, чтобы меня никто не упрекал, что я только критикую, да, нужно отдать должное, активная позиция, я вижу, как себя ведут и в плане законодательных инициатив представители от Николаевской области, хотя они от партии Ильюк и Жук, но, возвращаясь к теме, они же тоже регистрируют законопроект о том, что необходимо немедленно проводить выборы в городе Николаеве, и, увы, их коллеги по фракции почему-то не поддержали. Такую инициативу. Но, я считаю, и в городе Николаеве тогда нужно проводить в один период уже предсложившейся ситуации в октябре месяце. Кто-то из юристов мне сейчас может задать вопрос, а как же быть со сроками? Мы предложили и внесли в Верховную Раду законопроект, который регулирует эти вопросы в том числе с учетом определенных решений Конституционного суда. То есть, это вполне возможно, если реально хотите этого. А если хотите сорвать, сфассифицировать выборы, подогнать их под Новый год или там что еще выдумывает окружение господина Януковича, ну, тогда это другое совершенно разрыв. Хорошо. Хоть октябрь, хоть декабрь, но это не так далеко уже, собственно. Хоть и одна, и вторая дата. А представители Николаевских демократических сил определились с кандидатом на пост городского головы? Это будет единая кандидатура, либо каждая из партий демократического толка выдвинет своего? У него есть уже какое-то видение? Вы знаете, наша позиция однозначно, я как куратор области в плане партийной, поддерживаю лидера Батющины областной Соколова Михаила о том, что необходимо все-таки продолжать переговорные процессы и определить того кандидата, который имеет, во-первых, уже рейтинговые какие-то показатели, где есть базис для того, чтобы прорываться и побеждать. В то же время нужно учитывать, что большинство в городском совете города Николаев это представители партий регионов, которые, естественно, сблокируют деятельность мэра, который будет избран от оппозиции. Поэтому здесь нужно очень взвешенно, грамотно-тактически подходить именно к определению этой кандидатуры. Это еще все впереди. Но опять-таки возвращаясь к теме предстоящих баталий избирательных, это и до выбора в областной совет, где полным ходом на сегодняшний момент партия Батющины участвует. И учитывая, что у нас сегодня запись, а в 14 часов будет заседание территориальной избирательной комиссии, мы посмотрим вечером, какое будет принято решение. На мою точку зрения власть будет пытаться, это же не только здесь в Николаевской области, но и в других аналогичных округах, под любыми предлогами не зарестрировать представителя от оппозиционных сил. Но посмотрим, как будут развиваться события. Но в то же время я просто вспоминаю, насколько неискреннее является сам Янукович, да, наобещал нирвану для населения страны, и его представители здесь на местах. Давайте вспомним господина губернатора Кругова, который неоднократно заявлял о том, что нужно там, когда Юлия Владимировна была премьером, постучать кулаком по столу для того, чтобы пробить деньги на обездную дорогу и мост возле Николаева. Ну, я сейчас спрашиваю у господина губернатора, он постучал кулаком по столу господину Януковичу, выбил эти деньги? Враджевские события, помимо всей катастрофы в органах внутренних дел, продемонстрировали еще те дороги, почему вся страна ездила во Враджевку, видела дорог просто, не существует как таковых, растепенных. Марафет навести республиканской трассе Киев-Крым, которая, ну, так сложилась, проходит через Николаев, это одно. А как людям сегодня по улицам ездить, как в село добираться и так далее. Давайте вспомним о шлаковом поле Николаевской леноземной завод. Заявление господина Круглова, пока гром не грянет, мужик не почешется. Почесались? Я делал непосредственно запрос и президенту, и министру, вернее, премьер-министру Украины о том, что здесь необходимо применять все необходимые действия для того, чтобы заставить собственника НГЗ строить новое шлаковое хранилище. Никакого, никакой реакции, ничего. Давайте вспомним по судостроению. Что вот придет Виктор Федорович, и мы наведем тут порядок судостроения, приобретет второе дыхание. Я хочу навести один фрагмент. Напомню. Вот письмо профсоюзов 61-го завода, вновь избранному в 2006 году, премьер-министру Украины, за подальням Виктора Ющенко, Виктора Федоровича Януковича. Читаю. Кабинет министра Украины. Сейчас, секундочку, чтобы уже быть близким к тексту. Уважаемый Виктор Федорович. Это пишет профсоюзы 61-го завода. 2006 год. Первичная независимая профсоюзная организация Николаевского ГПСов-состроительный завод имени 61-го коммунара «Захист справедливости» поздравляет вас с назначением премьер-министром Украины. Мы убеждены, что вы оправдаете интересы значительной части нашего народа, связавшего свои надежды на улучшение жизни с вашим именем. Ну, что хочу сказать. 61-й завод 61-го коммунара убит. И убит представителями как раз партии регионов и непосредственно Януковича. Потому что он тогда был премьер-министром. Палец о палец не ударил по большому счету для того, чтобы хоть что-то сделать для нашего судостроения. Все эти помпезные выступления и риторика простые рабочие на себя ощутили. И сокращение собственника российского олигарха, работников завода «Океан», и ЧСЗ, которые практически уничтожены, корветы там, наверное, по 100 штук в месяц выходят, со стапелей. Этого ничего не было и не будет. Потому что в основу деятельности Януковича и его окружения, в том числе окружения Новинский, который нынче избран Верховную Раду за поддержку партии регионов, они нацелены исключительно обогащаться, разрушая вот такие заводы, которые есть на территории Николаевской области, которые должны бы быть бюджетонаполняющими. Но этого же ничего не происходит. А давайте вспомним, потому что тут один классик от коммунистов. Был возмущен о том, что я там затронул тему судостроения. Юлия Владимировна, будучи практически на острие и в апогее реальность мирового кризиса, нашла возможность приехать сюда, провести совещание по проблемам судостроения, быть на 61-м заводе, по большому счету, выделить определенные средства для документации и так далее. Но после этого, естественно, там буквально через три месяца ее ушли. Ушли как раз Виктор Федорович и Виктор Ющенко работали в тандеме. Сейчас бюджет, вот тут пустой бюджет местный. Почему на сегодняшний момент областной совет не заявляет громко, как заявляют отдельные мэры и область совета, что просто ставят на колени местные бюджеты? Нечего делать дороги, нечего содержать коммунальный груз. Молчок, потому что здесь как раз представители партии регионов. А вот Юлия Владимировна, будучи премьером, внесла в стены Верховного совета соответствующий бюджетный кодекс, где было предусмотрено сделать так, что в 2010 году 60% бюджета было у громад, то есть местных бюджетов, 40% лише в Киеве, а наступный в 2011 году, чтобы 70% осталось денег в местных бюджетах и только 30% были централизированы в Центр. Но не дальше возможности. Этот, кстати, бюджетный кодекс был заблокирован Верховной Радой именно представителем партии регионов. То есть я о чем говорю? Что на сегодняшний момент, знаете, вот эти все красивые слова и заявления о росте ВВП и о том, что будет продолжаться процесс реформования и покращения жития, это все от лукавого. На сегодняшний момент гражданин Украины, житель Николаевской области уже получил возможность за эти три года посмотреть, что действительно в реалиях несет партия регионов, а что национально-патриотические, демократические силы страны. Подводя итог к разговору. Ну, собственно, Роман Ильич, я вот смотрю на ваш такой накал. Я так подозреваю, что у нас ждет достаточно горячая политическая осень. Безусловно, безусловно. Станет ли лучше Украине от этого? Я искренне говорю, и я всегда говорил, и Юлию Владимировне, и она мне продолжает передавать определенные записки, я переписываю с ней о том, что во главу своей жизни, своей профессиональной деятельности я поставил служение Украине. И если я увижу, что та или иная политическая сила, у нее дела расходятся с делом, я первое заявлю о том, что это неправильно. Я не ортодокс, я искренне верю в этих людей и в эту страну, которая тяжелейшим образом за 21 год все-таки сохраняет свою независимость. Эта власть, если ее можно назвать в виде семьи, уничтожает эту страну. Поэтому мой конституционный долг гражданина и политика противостоять этому. Роман Амелянович Забдалюк, Народный депутат Украины, представник фракции «Батьківщина», будь нашим гостом, та відповеда на наше питание. Дякуюсь на кращий успех и вам. До встречи. Дякую. Субтитры создавал DimaTorzok Дякую.